Когда это закончится? Новая мутация ковид действует агрессивно и непредсказуемо. Как вирус сворачивает фестивали и угрожает здоровью, смотрите в сюжете. Инфекционисты обеспокоены поведением мутации коронавируса. Врачи и ученые пытаются предсказать, не вызовет ли новая версия ковид очередную вспышку пандемии. Она более заразная, чем предыдущие варианты. Собственно говоря, это явилось той особенностью, которая очень была быстро поддержана естественным отбором и позволила этой новой версии распространиться в популяции. Появление новых вариантов неизбежно. Мы можем с этим лишь смириться и пытаться контролировать этот процесс. Новая тактика коронавируса в последний момент сворачивает целые фестивали. Одним из самых обсуждаемых событий стала отмена дикой мяты, которая должна была пройти с 18 по 20 июня в Тульской области. Пользователи соцсетей отреагировали на это следующими комментариями. «У нашей семьи с этим фестивалем особая любовь. Мяту отменили, когда мы уже были в Туле. В полночь, лежа в маленьком отельчике, я плакала и не знала, как сказать об отмене своим мирно сопящим ребятам». Самая большая потеря для нас – это то, что наши дети, это почти 60 детских групп, весь год готовились к этому событию и не смогли выступить. Новость о вынужденной отмене фестиваля ночью за несколько часов до начала программы потрясла всех. В прошлом году это уже принесло команде существенные финансовые потери. Просто представьте, что у вас отменилась свадьба на 12 тысяч гостей, а деньги вам ни за что не вернут. Отмена массовых мероприятий приводит к экономическим потерям. Однако куда страшнее кажется число возможных жертв. По словам врачей, старые методы лечения уже не работают, а скопление людей провоцирует распространение коронавируса. Одним из самых действенных методов предупреждения новой волны остается вакцинация населения. Она же станет возможным пропуском на другие летние фестивали. Особой подготовки не требуется. Главное, чтобы не болеть, чтобы не было острых состояний, температуры. Самое главное, чтобы человек не болел ковидом в этом сезоне. И если сдавал антитела, чтобы не было высоких антител. То есть прививаются лица, не болеющие коронавирусной инфекцией за этот период времени. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу. Улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-30-00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова